13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения» в студии Анна Лучшина. И я приветствую нашего сегодняшнего гостя, представителя сразу двух палат, Миротской торгово-промышленной палаты вице-президента и члена Общественной палаты России Андрея Усенко. Добрый день. Добрый день, Анна. Добрый день. Давненько вас не было, но вот тем не менее тема вам поднакопилась. Сейчас мы их обсудим. Есть вопрос для вас на нашем сайте. Я напоминаю слушателям, что на сайте eho.kirovo.ru есть форма анонсов. Благодаря которой вы можете задавать вопросы нашим гостям. Ну, собственно говоря, можно пользоваться. Также вопросы можно отправлять нам по смс 8909 720 101.0. Ну и, собственно, на нашем сайте можно наш эфир не только слушать, но и видеть, идет видеотрансляция. К вопросам, наверное, все-таки сначала нашим, а потом мы перейдем к вопросу Валерия, который сейчас есть на сайте. Самое главное событие последних дней – визит президента Владимира Путина в Кировскую область. Был он у нас до этого всего однажды и в ранге премьер-министра, насколько я помню. Как вам кажется, Андрей Леонидович, вот эти визиты, они под собой имеют какие-то реальные полезности для региона? Итоги какие-то будут хорошие? Или это все-таки такой больше, ну не знаю, инспекторская поездка какая-то? Ну, я не думаю, что визит президента носит формат инспекционных поездок, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что эти визиты готовятся заранее. Мы, собственно говоря, видим ту подготовку, которая к ним ведется, поэтому вряд ли стоит предполагать, что в рамках визита неожиданно президент увидит то, что его очень сильно удивит, по крайней мере, в негативном смысле. Если же говорить о пользе, то давайте будем исходить из такой вот категории. Лучше, чтобы приехал, или лучше, если не приезжал. Вот если так рассуждать, то однозначно лучше, чтобы приехал. Потому что и с точки зрения позиционирования региона в федерации в целом. В новостях все про нас рассказывали. В новостях, в информационном поле, в включенности региона в те процессы, которые в федерации происходят, в визитах ряда глав других регионов. Поэтому, если в таких категориях рассуждать, то, конечно, там польза есть и, собственно говоря, там хорошо, что приехал. Максимально ли использованы возможности визита, максимально ли там визит, полностью ли там хорош ли визит, это уже вопрос другой категории размышлений. То есть нам бы, конечно, хотелось, чтобы он, может быть, к нам как в ТУУ приехал и отдохнул, и провел время, и познакомился с регионом поближе. Ну, если так рассуждать, то лучше тогда быть Москвой, чтобы здесь у нас был Кремль, и президент был здесь, и все здесь происходило. Поэтому я в любом случае оцениваю то, что визит состоялся положительно, с точки зрения интересов регионов, в принципе, это положительно. Какие будут результаты непосредственно от визита и от мероприятий, которые в рамках визита состоялись, надо будет посмотреть чуть позже. — Андрей Ленинович, а вот та тема, одна из основных тем, которая была выбрана, да, местное самоуправление, инициативное бюджетирование, ППМИ, вот много всего обсуждали, вклад там граждан в формирование комфортной городской среды. Вот это Киров случайно как-то вот по расписанию совпало или специально подбирали, как вам кажется? — Вы знаете, насколько мне известно, насколько я понимаю, не случайно нашему региону действительно есть, что, собственно говоря, представить в этой сфере. У нас есть опыт реализации этих механизмов, этих проектов, и поэтому, когда администрация президента, собственно говоря, подбирает тематику совещания или тематику встречи, а это была не просто тема, это был ведь Совет по развитию местного самоуправления, по-моему, как это так и называется. — Да, Совет по развитию местного самоуправления, да. Собственно говоря, регион был спозиционирован как один из обладателей хороших практик в этом смысле. Я могу сказать, что это действительно так, потому что, общаясь в рамках Общественной палаты России с коллегами на протяжении уже ряда лет, я, собственно говоря, вижу в том, что мы действительно по целому ряду направлений, и в том числе тех проектов, которые были озвучены, и, в принципе, по активности наших граждан, нашего сообщества, мы можем дать форум многим регионам. Поэтому правильно, вернее, логично, что эта тема была выбрана, логично, что эти проекты были, собственно говоря, представлены и озвучены. Ну и, на мой взгляд, с точки зрения позиции президента, сформулированной в отношении и этих проектов, и, в принципе, учета мнения общества при принятии решений органами власти, сигнал, что называется, помните, пошлите сигнальчик-то, да? Так вот, сигнал послан достаточно четкий. Причем, должен вам сказать, что вот эту линию, эту тактику или даже политику поведения президент уже на протяжении целого ряда лет, наверное, формулирует. Понимая, что она еще не до конца все-таки стала общегосударственной, он ее вместе с тем ведет последовательно. Потому что я вот эту эволюцию вовлеченности общества и граждан в действия, в решения, принимаемые органами власти, я вижу уже несколько лет. Я вижу, что это действительно принципиальная позиция самого президента и его последовательная работа в этом направлении с органами власти различных уровней. Федеральных, региональных и местных. Поэтому будет очень важно и в некотором смысле интересно посмотреть на поручения, которые будут даны по итогам этого совета. А какое время обычно проходит между советом и публикацией? Да, это занимает определенное время, потому что могу сказать по опыту, например, мы с президентом встречались 20 июня. Общественная палата. Общественная палата России в Кремле после того, как был сформирован новый состав, мы встречались 20 июня. Подписанные президентом поручения появились, по-моему, вчера, 7 июня, 7 августа. То есть по полтора месяца примерно проходит? Да, потому что там проходит процесс формулировок, утрясание, собственно говоря, там зоны ответственности. Но у нас появились конкретные поручения с конкретными сроками по итогам тех предложений, тех замечаний, которые членами общественной палаты высказывались. О, слушайте, это интересно, мы сейчас об этом поговорим. Да, я предлагаю через некоторое время вернуться к теме тех поручений, которые будут сформулированы по итогам этого совета. И вот на это будет очень интересно посмотреть. Потому что, с одной стороны, есть то мнение, та позиция, которую президент, собственно говоря, озвучил, а есть конкретные поручения, которые органы власти надо будет выполнять. И они совпадут? Или гадать сложно пока? Ну, там, конечно, бывает, что несколько приглаживаются формулировки, возможно, да, но я не припомню такого, чтобы по итогам какого-то из мероприятий появлялись поручения, которые не соответствовали тому, что, собственно говоря, там... Было озвучено. Да, что было озвучено президентом. Андрей Юсенко, член Общественной палаты России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты у нас в особом мнении. Сделаем сейчас небольшую паузу, прежде чем выходить на большую, такую достаточно обширную тему, и вернемся секунд через 40. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас Андрей Юсенко. Напоминаю, Общественная палата России и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты до перерыва как раз Андрей Леонидович упомянул о неком документе поручения, поручения, подписанной по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты. Давайте напомним просто нашим слушателям, да, о чем говорилось, какие вещи озвучивались и декларировались, ну и, собственно говоря, что в итоге. Ну, это была, конечно, такая встреча, знакомство, что называется. Владимир Владимирович встретился с новым составом Общественной палаты, сформулировал свое, собственно говоря, представление о месте и деятельности Общественной палаты, свои ожидания от результатов ее работы, ну и, собственно говоря, выслушал наше мнение, наши позиции, наши вопросы, предложения. Секретарь палаты, вновь избранный, Валерий Фадеев, собственно говоря, озвучил, что достаточно серьезный акцент будет делаться на развитие региональных палат общественных, на повышение их независимости. От органов, от местных органов власти, да, региональных? Да, потому что практика показывает, что достаточно много регионов, где, в общем, зависимость эта высока, и, вот, как я уже говорил в этой студии, то есть есть такое смещение акцента, да, если предыдущий секретарь палаты, Александр Бричалов, делал акцент на работу с конкретными людьми, на выявление этих людей, на их развитие, на их такую поддержку и сопровождение, то Фадеев делает акцент на работу с институтами, что называется. Ну, в общем, об этом мы и говорили президенту, мы говорили о необходимости совершенствования законодательства в сфере общественного контроля, и в документе, собственно говоря, есть непосредственное поручение профильным министерствам проанализировать правоприменительную практику и доработать при необходимости. Мы говорили о деятельности некоммерческих организаций в целом, потому что, с одной стороны, достаточно серьезные в последние годы произошли изменения в порядке работы НКО, и негативные, и позитивные. То есть, с одной стороны, достаточно серьезные ограничения, связанные со статусом иностранных агентов, отчетность и остального. С другой стороны, мы, например, видим существенное увеличение объема президентских грантов на деятельности НКО до 7 миллиардов в этом году. И, зная эту ситуацию, я знаю, что порой возникает вопрос уже нехватки проектов качественных для того, чтобы действительно селекцию провести. Ну, Наталья Алиева приходила к нам на прошлой неделе, как раз рассказывала о том, как будет работать от города. Ну, вот с этой же целью, там и общественная палата региона, собственно говоря, вот эти семинары делают, мы их в этом году делали два, чтобы научить нашу НКО, собственно говоря, этим ресурсом пользоваться. В сфере вот этих вопросов, знаете, там даже были какие-то конкретные проблемы. Например, наши общефедеральные НКО столкнулись с проблемами, связанными с таможенном оформлении благотворительной помощи, направляемой за рубеж. За рубеж, когда наши благотворительные организации оказывают благотворительную помощь в Сирии, еще каким-то там... Я думала, речь идет о ввозе лекарств, об этом уже говорили, да? Да, вот есть и такая проблема, то есть вывезти вот эту благотворительную помощь за пределы страны, одно дело, когда это, грубо говоря, там МЧС, там бортом вывезет, другое дело, когда частная инициатива какой-то некоммерческой организации помочь кому-то. Сказали, что с таможней намучаешься так, что продукты испортятся, в общем, как бы и желание пропадет. Тоже было дано конкретное поручение по поводу оптимизации этой процедуры. Так, и что в итоге? Ну вот я сейчас говорю о тех поручениях, которые, собственно говоря... Были озвучены? Да, были озвучены и были сейчас зафиксированы в качестве документа. Был еще интересный момент, над которым мы будем работать совместно, мы уже там проговорили в Общественной палате России, это социальная реклама. Совместно с кем? Совместно с коллегами по Общественной палате России, потому что поручение президента звучит, как проанализировать правоприменительную практику в сфере распространения социальной рекламы и представить предложение по повышению доступности этих услуг для социально-ориентированных НКО. То есть вопрос в том, что государство, с одной стороны, обязало иметь определенный объем социальной рекламы, с другой стороны, поддерживает НКО. И нет связки между тем, чтобы НКО могли свою деятельность через этот ресурс каким-то образом продвигать. То есть такой вопрос возник, мы, собственно говоря, над этим будем сейчас работать. Вот как примеры, собственно говоря, того, как встреча трансформируется в конкретное поручение. То, о чем мы с вами говорили, на что будет интересно посмотреть по итогам проведения совета по местному самоуправлению. Вот если мне память не изменяет, мы когда говорили о снижении зависимости региональных общественных палат от региональных же органов власти, мы говорили о том, что возможно изменится, опять же, схема формирования, порядок формирования общественной палаты. Я напоминаю, что у нас некоторого времени, ну вот последний состав общественной палаты формировался, там, третий от губернатора, третий от законодательного собрания, третий от общественных организаций. И предполагалось, что, возможно, это будет изменено, в том числе, ну, на федеральном уровне и, соответственно, спустится в регион. Это все изменилось. То есть, на самом деле, у нас сейчас состав палаты сформирован как три трети, а новый закон, который принят в соответствии с федеральным, он говорит о том, что следующий состав будет формироваться как... Вернее, у нас сейчас... Я путаю, да, я вас взяла в заблуждении. Половина от общественных организаций. У нас сейчас половина от общественных, четверть от губернатора, четверть от ЗАГСобрания. И получается, что у нас пополам, 50 на 50. От органов власти от общественности? Да. Новый закон, новый порядок в формировании предполагает треть треть, соответственно, две трети на треть. С одной стороны, вопрос не столь принципиальный. На самом деле, не от порядка формирования, а от конкретных людей зависит. И ЗАГСобрания, и губернаторы могут направить в общественную палату тех общественных, которые, собственно говоря, будут полноценно представить... А могут и не направить. А могут и не направить. Но есть проблемы и со стороны некоммерческих организаций. Они тоже могут направить или не направить. Здесь главная задача это не столько упираться в изменения порядка, сколько понимать, что за людей, вот этих людей выращивать, развивать. Общественная палата хорошая школа общественной деятельности. Я всегда говорил, что ротация членов общественной палаты должна быть достаточно большой. Это хорошая школа, через которую пройдя в течение двух-трех лет, ты начинаешь серьезно понимать, как устроены многие работающие и неработающие механизмы, как надо работать. Поэтому вопрос не столько в порядке формирования, сколько с Фадеевым мы разговаривали, для него важно не то, чтобы совсем независимо от губернатора была сформирована общественная палата. Для него важно, чтобы губернатор позицию общественной палаты слышал и воспринимал. Вот это важно. Потому что она может быть сколько угодно независимой, знаете, как в анекдоте. Да, мы самые независимые, от нас ничего не зависит. Да, вот как бы общественная палата-то не такое должно быть. Хорошо, вот тут вопрос как раз от Валерия, нашего слушателя, по поводу общественной палаты, сейчас его озвучу. Валерий пишет, цель вопросов сократить расходы бюджета. Это он сразу вот так заходит с места в коррект. Первое. Могут ли депутаты выполнять роль общественной палаты? И второй. Какими полномочиями надо наделить представительные органы, чтобы надобность в общественной палате исчезла? Ну, давайте начнем, наверное, со второго. Я думаю, что у нас у представительного органа власти, законодательного собрания, более чем достаточно полномочий для того, чтобы представлять интересы граждан. И я помню всю эту, в общем, достаточно давнюю и длительную дискуссию на предмет того, что зачем общественная палата, если есть законодательное собрание, если есть Госдума, представительные органы власти. Городская дума, местная дума, районная дума и прочее. Но, вы знаете, для меня, все-таки надо, с одной стороны, надо не забывать, что представительная власть обличена еще функцией законодательной власти, собственно, и выполняет полномочия как представительной, так и законодательной власти. И, наверное, в этом их основное предназначение представлять интересы граждан при формировании вот этого правового поля в регионе, при создании этого правового поля, да, на первичной вот этой стадии. И инициировать те законы, которые соответствуют интересам граждан, с одной стороны, с другой стороны, ну, корректировать те законы, которые предлагаются исполнительными органами власти, опять же, в интересах граждан. Общественная палата немножко про другое. Это скорее постработа, да, когда уже правовое поле сформировано. Да, одним из направлений работы Общественной палаты являются нулевые чтения. Но мы, опять же, не подменяем здесь депутатов. Мы, когда еще вели речь о законодательной инициативе, мы говорили о том, что мы дополнительно предоставляем им возможность учета там различных мнений. Потому что депутаты при принятии законов, при работе над законопроектами должны учитывать целый спектр интересов. Начиная от интересов общества, заканчивая интересами экономики региона. Опять же, в интересах общества, конечно, но порой стратегические интересы заставляют поступиться тактическими. Ну, какими-то единовременными, там, да, проще говоря. Да, да, грубо говоря, для того, чтобы привлечь инвестора, надо построить дорогу в чистое поле, условно говоря, чтобы инвестор туда пришел. А на это бросить деньги, которые сейчас могут понадобиться для чего-то. Условно, в качестве примера, да, и мы понимаем, что инвестор придет, через 10 лет начнутся там налоговые отчисления, все остальное. Но это вот стратегическая задача, депутаты в своей работе должны вот так многогранно смотреть. Общественная палата в большей степени инструмент, наверное, и механизм такой тактический с точки зрения обратной связи того, что происходит в обществе, мнение, которое общество имеет по тем или иным вопросам, во-первых. А во-вторых, та плоскость, которая, наверное, в меньшей степени имеет отношение к деятельности депутатов, это плоскость такая социальная, там, социальной активности, активности, там, ну, вот, знаете, культурно-такой... Благотворительной. Общественной, общественной. Общественной, благотворительной, да. То есть, я несколько лет назад еще здесь говорил, там, год или два назад, что, вот, наверное, депутаты, представительная власть, это больше, как бы, экономика, больше такая прагматика жизни, да, а мы больше, вот, такой, гуманитарии, да, там, вот, про это, то есть, поддержка людей. Физики и лирики. Ну, да, поддержка людей, то есть, депутаты действительно вынуждены все время думать о деньгах, да, там, где взять, как поделить, куда перераспределить. Мы в статусе, там, членов общественной палаты, собственно говоря, там, будучи общественными деятелями, мы генерируем те посылы, которые они в своей работе, собственно говоря, должны там учитывать и принимать. Это первый момент работы общественной палаты, а второй очень важный, и то, чем не будет заниматься ЗАГС-собрание, потому что, ну, не их функционал, это развитие институтов, инфраструктуры и, в принципе, там, организации НКО. Вот для этого общественная палата, ее очень серьезная роль, потому что вот этот третий сектор, так называемый, потому что есть экономика, есть государство, есть НКО, почему называется третий сектор. Вот забота о развитии этого третьего сектора, о создании условий, о представлении его интересов, вот это и есть, собственно говоря, там, работа общественной палаты. Очень важная, и та, на которую сейчас действительно делает суппор. Могу вам совершенно точно сказать, ну, кто следит, кто, может быть, не следит, совсем недавно там президент проводил наблюдательный совет ОСИ, агентство стратегических инициатив, его такой прямой инструмент в внедрении инноваций в технологии управления страной. Вот если посмотреть, что делается через ОСИ, да, это то, когда по бюрократической системе не проходит что-то, президент делает это через ОСИ, ОСИ, имея там полномочия и поддержку президента, эти инструменты там практически принудительно в управление страной привносят. Так вот, президент поручил ОСИ, собственно говоря, заняться темой развития некоммерческих его секторов. Мне кажется, что полностью складывается ощущение из-за того, что происходит, что на ближайшие несколько лет тема НКО, тема гражданского общества, тема общественной активности, тема учета мнения граждан, она будет очень такой, очень весомой, очень серьезной. И постоянно такой поднимаемой и развивающейся. И через некоторое время мы будем иметь другую ситуацию с взаимоотношениями органов власти и общества. Очень хотелось бы на это надеяться, потому что, конечно, последний год ввергает меня в некоторое уныние, по крайней мере, с точки зрения коммуникации между обществом, СМИ и органами власти. Вот к большому моему сожалению, в очередной раз я вынуждена это констатировать. Хорошо, сделаем сейчас небольшую паузу. Напоминаю, Андрей Юсенко, член Общественной палаты России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты у нас в эфире. Вернемся через две минуты. Особое мнение продолжается. Андрей Юсенко продолжает его высказывать, член Общественной палаты России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Но мы сейчас переходим как раз к деятельности Андрея Леонидовича в ТТП. Потому что, я так понимаю, именно от ТТП ездил делегация, я не знаю, может быть, вы ездили, может быть... Небольшая делегация. Небольшая делегация, я ездил в Удмуртию. В Удмуртию несколько дней назад, я так понимаю. 1 августа. А, ну вот, завершился, прошел форум, я не знаю, не форум, а такое мероприятие, которое называлось «Инвестируй в Удмуртию». То есть, по сути, это такая вот презентация региона была, да? Да, презентация инвестиционного потенциала. Мы ездили, действительно, небольшой делегацией Олега Тарнокуземская от правительства области, я и Илья Павлович Прозоров. Банклынов. Да, Банклынов. Они планируют открыть свое, собственно говоря, там, отделение, представительство в республике. Им было интересно посмотреть. Мы ездили с двумя, наверное, основными целями. Первая задача была, собственно говоря, посмотреть, как это делают в Удмуртии, что они придумали нового и интересного. Ну, а второе было, там, договориться и обсудить презентацию Кировской области в Удмуртии на октябрь, потому что в октябре у них будет полноценный деловой форум, уже такой межрегиональный. И мы туда поедем. Мы планируем представить, там, полноценную экспозицию региона и делегацию региона с целью установления межрегиональных экономических контактов, что сменилось руководству и в Кировской области, и в Республике Удмуртия. Есть определенные ожидания бизнеса, есть интересанты среди бизнеса. Есть те вопросы, которые касаются, там, межведомственного взаимодействия органов власти. Есть целый ряд вопросов, там, начиная от пожарной безопасности в лесах, медицинского взаимодействия, там, всякие-то, ну, межведомственные дороги. Поэтому договорились, что в рамках вот делового форума Удмуртского мы 10 октября планируем туда выезжать. Собственно, рядом наших слушателей, кто будет, кто заинтересован в взаимодействии с Удмуртией, приглашаю в торгово-промышленную палату обратиться, собственно говоря, чтобы войти, может быть, в состав этой делегации. Ну, и посмотрели, как это сделали наши коллеги с точки зрения презентации инвестпотенциала. Есть чему, там, в хорошем смысле, поучиться. Я, честно говоря, слышала отзывы, что это как-то прям вот очень масштабно было. Ну, это было масштабно и современно, так скажем, да. То есть это было действительно не в таком, не в классическом формате. То есть нескучное заседание за столом крупно. Да, это было... Они, во-первых, действительно качественно поработали со сбором аудитории, потому что было порядка 250 человек, представляющих действительно, так скажем, бизнес, который готов инвестировать, который заинтересован в этом. Ну, и вся презентация была построена в роли, во-первых, интерактивной. Был большой экран, который нас впечатлил, на котором в качестве, но очень эффектно и эффективно разработанная была презентация. Ну, и, собственно говоря, там половину презентации провел лично исполняющий обязанностей главы республики. Александр Бричалов. Да, он рассказал и о республике, о самой, о ее возможностях, и о проектах государственно-чарственного партнерства, которые они предлагают, собственно говоря, беря на себя определенные обязательства. Ну, а его два заместителя, также из его команды, рассказали о конкретных проектах, которые они предлагают к инвестированию. Причем это конкретное предприятие, они сказали, что за три месяца они выбрали сто, как называемых, чемпионов бизнеса в Удмуртии, и они предлагают к инвесторам в качестве объекта для инвестиций. А второй рассказал о тех направлениях экономики, причем экономика как традиционной, классической, начиная от добычи нефти, от увеличения, так и об экономике будущего цифровой Удмуртии, например. Я знал, что там производятся беспилотные летательные аппараты, но, по крайней мере, по их заявлению, они сейчас занимают 2% мирового рынка. Ничего себе! 2% мирового рынка беспилотников занимает удмуртская продукция в этой сфере. Вот такая цифра, которая, собственно говоря, удивительно достаточно выглядит. И все это они презентовали. И все это они презентовали. Такую широкую аудиторию. Да, поэтому есть чему поучиться, есть что-то взять для себя. А взяли, вот, ну, с Ольгой-Той Викторовной вы мнение не обменивались? Да, мы обменивались как раз с точки зрения того, как надо представлять наш регион, как надо работать с инвесторами, потому что вопрос ведь не в... Ну, я просто могу там сказать, вот со сцены были на экране и названы номера сотовых телефонов двух заместителей непосредственно Бричалова, которые отвечают за работу с инвесторами. Вот эти два человека... Любой человек может звонить. Ну, из тех, кто присутствовал, вот они, собственно. Вот бизнес, вот два заместителя. Вот их телефоны, любые вопросы, которые у вас есть, вы обращаетесь к ним. Они лично отвечают за реализацию этих проектов. Ну, и, собственно говоря, там, зная Александра Владимировича несколько уже лет, я понимаю, что для него это действительно формат работы. Он, мы, может быть... Максимально короткая дистанция. Максимально короткая, максимально эффективная. Мы, может быть, знаете, чем страдаем? Мы все пытаемся придумать какие-то универсальные способы, механизмы, рекламенты. Когда мы говорим о работе с инвесторами, мы имеем в виду какого-то такого абстрактного инвестора, которые стоят к нам в очередь. Вот мы сейчас разработаем регламенты, они все по этому регламенту у нас пойдут. Надо понять, что нет этой очереди инвесторов. Огромная конкуренция между регионами за каждого инвестора. Соседними регионами Кировская область не в самом выгодном положении. Соседними регионами всей России. Я недавно был в Калуге. Ой, Калуга это вообще больно, мне кажется. Я проехался, посмотрел. Счастье для жителей Калуги и боль для всех остальных регионов. Они тоже там не очень своему счастью, может быть, так вот прям восторженно рады, потому что то, о чем я вам говорил, потому что некоторые деньги пришлось потратить не в интересах жителей, а в интересах тех инвесторов, которые заходят. И несколько лет назад я говорил с замгубернатора Калуги, он сказал, мы не ремонтируем дороги, потому что мы должны построить промпарки. Мы осознанно на это идем, мы немножко потерпим, зато потом у нас будут деньги на дороги и на все. Поэтому мы взяли для себя, мы понимаем, что надо переориентироваться с работой с абстрактным инвестором, но инвестора конкретного. За каждого надо просто в штучном режиме вот так вот браться, хвататься там, в хорошем смысле цепляться и держать в объятиях. Причем, и здесь позиция Бричалова также была озвучена, и я надеюсь, что это тоже для нас станет там просто общераспространенной, общеприменимой практикой, нельзя делать разницу между внутренним инвестором и внешним. Мы все время считаем, что инвестор это тот, кто пришел со стороны и вложил деньги. Мы не умеем работать с внутренними этой инвесторами. У нас большая проблема с теми предприятиями, которые хотели бы здесь, уже действующие наши, кировские, расширяться, увеличивать производство. Они не могут зачастую получить там земельные участки, либо это затягивается очень надолго. Целый вопрос согласования. Это наши внутренние инвесторы, которые точно так же, имея деньги, рассматривают два варианта. Либо их вложить здесь, либо где-то в другом месте. И если мы не дадим многому возможности максимально комфортно это сделать здесь, они найдут другое место. Бизнес найдет, куда вложиться. Но местный инвестор априори более лоялен здесь. Он здесь уже есть. Он здесь уже ведет свое дело. И поэтому нам ни в коем случае нельзя делать разницу между внутренним инвестором и внешним. Мы должны работать абсолютно одинаково. Это равная конкуренция для всех. Во-первых. А во-вторых, мы, собственно говоря, на внутреннем инвесторе и должны отработать вот эти все наши умения с ними работать. Ну, потому что какие-то небольшие косяки, извините за такое, что местные нам простят. Нам простят здесь, да. А внешние нет. Хорошо. Ну, октябрь, начало октября дата пока не определена. 10 октября. Наша миссия едет в Удмуртию представлять Кировскую область нашим соседям. Ну, я так думаю, что они и так про нас немало знают. Да, мы уже хотим не столько представить, сколько перейти к конкретике. Конкретике экономических взаимоотношений, совместных проектов. Мы понимаем, что в чем-то сильно Кировская область, например, там, те же биотехнологии, там, Игорь Чалов, собственно говоря, об этом знает. И, может быть, не стоит здесь там двум регионам между собой там конкурировать, а лучше объединиться. Потому что мне очень понравилось то, что началась, собственно говоря, там, и называлась презентация, как «Удмуртия в глобальном мире». Они ставят себе задачу не только развития внутри страны, они ставят задачу выхода на внешний рынок, и часть проектов, презентованных, была представлена именно с точки зрения экспортного потенциала. Удмуртия в глобальном мире вот так вот. Как минимум одно произведение, я не знаю, одну вещь, которую производит Удмуртия, Калашников, естественно, да, знает во всем мире. Хорошо, и сейчас еще к нашим кировским новостям есть у нас пять минут. Мало времени, тем не менее. Андрей Леонидович, на вас ссылаются наши коллеги газеты «Бизнес-новости». Создан совет рынка, пишут они. По инициативе заинтересованных структур в Кировской области создан совет рынка по примеру ряда регионов. Что это такое? Совет рынка – это неформальное, не государственное, что называется, неформализованное даже в значительной степени сообщество участников рынка производства и торговли. Это сообщество сетевых торговых компаний и компаний местных производителей. Это о продуктах идет речь? О продовольственных товарах? Ну, в первую очередь, конечно, это ориентировано на пищевую, на продукцию пищевой перерабатывающей промышленности, но, в принципе, деятельность совета рынка не ограничивается этим. Он открыт и для работы с непищевыми продуктами. Зачем его создали? Его создали для того, чтобы не в административном режиме, не в режиме «власть-бизнес», а в режиме «бизнес-бизнес» обсуждать и решать вопросы взаимоотношений торговых сетей и предприятий-производителей. Потому что… Но тема такая больная, она поднимается. С момента захода к нам сюда в федеральных сетей она поднимается. Я думаю, что тема не просто больная, она бесконечная, собственно говоря, там, да, потому что интересы, собственно говоря, там разные, да, производителям надо продать дороже, сетям надо купить дешевле. Но при этом есть и совпадающие интересы. И тем и тем надо, чтобы условия были равноконкурентны, тем и тем надо, чтобы, по крайней мере, там, фальсификата и некачественной продукции там не было на рынке. И тем и тем надо, чтобы правила по отношению ко всем, собственно говоря, там исполнялись. Но в чем особенность совета рынка, повторюсь еще раз, это не структура, где административными методами пытаются решить. Это структура, где бизнес разговаривает с бизнесом. Где пытаются договариваться. И стараются друг друга понять. И, в принципе, по примеру, там, первой встречи, которую мы провели в конце июня, мы видим, что это понимание есть. Люди понимают, представители компании, руководители компании понимают, что у каждого свой бизнес, свои интересы, но они все равно взаимосвязаны. Как пищевая промышленность не может жить без торговли, некому будет продавать, так и торговля не может жить без производителя, нечего будет продавать. Поэтому все равно надо искать варианты решения вопросов, все равно надо как-то договариваться. Поэтому вот, собственно говоря, основная задача совета рынка, это такое, ну, как принято говорить, не очень люблю это слово, такая площадка для диалога. Простите, пожалуйста, я не уточнила сразу. Совет рынка в ДТП будет работать? Да, совет рынка это структура при торгово-промышленной палате. Мы посмотрели на опыт других регионов, в частности, Владимирской области, там есть прецедент, пример такого хорошего работы и взаимодействия. Мы провели первую встречу, собственно говоря, рассказали заинтересованным участникам о вот этом формате, его поддержали все. Много ли было народу на первом вашем заседании, собрании? Ну, порядка, по-моему, 15 человек. Но это немало, конечно. Это немало, но мы не гнались за количеством, нам было важно понять качество, но мы должны сказать, что при этом присутствовали ключевые игроки, как среди сетей. Причем мы, опять же, приглашаем и местные сети, вернее, и федеральные, и местные сети, и среди производителей. Были высказаны пожелания относительно формата работы, были сформулированы те темы, которые уже сейчас надо брать в работу, темы непростые. Я, собственно говоря, вашим коллегам в интервью их озвучивал, но в том числе были, в общем, озвучены и такие шаги на встречу. То есть было сказано о проведении торгово-закупочных сессий, презентации, собственно говоря, там, федеральных торговых сетей в рамках открытия распредцентров. И здесь надо отдать должное все-таки то, что нашли, наша власть нашла возможность решить вопрос с тем, чтобы эти распредцентры открылись у нас. Потому что возможности действительно для наших предприятий определенные, не идеальные. Не стоит ждать, что сейчас там распредцентр откроют, и от этого изменятся условия работы с сетями. Но определенные условия для наших предприятий, развития и расширения своих рынков сбыта появляются. Надо работать. Это вещи, которые практика показала уже не решить ни административным давлением, ни законодательными ограничениями. Это все, там, он ли бизнес, что называется. Садиться, договариваться, искать приемлемые условия, но при этом всегда держать, скажем так, в голове свои интересы. Интересы региона и заставлять всех, кто здесь в этом регионе работает, работать в интересах этого региона. Хорошо. Нашего региона. Хорошо, еще уточню одно маленькое уточнение, потому что времени почти не остается. Как часто будете собираться? Ну, то есть есть какой-то регламент там, да? Да, предварительно это, конечно, запланировано. Ну, ориентируемся на раз в месяц, как бы, но это будет зависеть от готовности. Потому что есть вопросы, которые, ну, требуют серьезной подготовки и юридической, там, и проработки, да. Но, в свою очередь, приглашу всех заинтересованных, опять же, предприятий, руководителей предприятий. Совет рынка не закрытая структура. Если кому-то интересен вот этот формат работы, пожалуйста, мы ждем в ТПП. Спасибо, Андрей Усенко, вице-президент Ульярской торгово-промышленной палаты, члену Общественной палаты России. Был свой выпуск с нами в особом мнении. Я, на лучшее нас с вами прощаюсь. До свидания. До свидания.